Это наше время. Коротко о событиях вторника в материалах корреспондентов телеканала «Регион». Здравствуйте. Время поста окончено. Сегодня мусульмане празднуют Уразу-Байрам. На площади у Центральной соборной мечети Оренбурга главный муфти области прочел священную молитву. А с окончанием поста правоверных поздравил губернатор Юрий Берг. В тонкости главного мусульманского праздника вникал Иван Берр. Месяц священного поста Ромадам позади, а это значит, пришло время празднования Уразы-Байрам. У Центральной соборной мечети города собралось около двух тысяч мусульман. В мечети, рассчитанной на 300 человек, конечно, всем места не хватило, и в основном там остались молиться только женщины. Кроме оренбуржцев к священной молитве на площади присоединились и рабочие, гости из ближнего зарубежья. Сам же месяц Рамадан для мусульман – это особое время, чтобы укрепить свою веру в Создателя. Это соблюдение режима и пищи, подготовленная, которая специально. Вот это я соблюдаю себя хорошо, чувствую хорошо себя. Сколько вам лет уже? Мне 75. Не тяжело в таком возрасте? Нет, помогает. Удалось ли вам продержаться весь месяц поста? Да, полный месяц, да. Почему держались? Ради Аллаха это. У нас единственная цель – это ради Аллаха все. Впрочем, продержаться месяц на строгой диете под силу не всем. Во время поста без пищи и воды необходимо держаться 19 часов в сутки. Я больной человек, я не смог держать пост. У меня уже возраст такой, я три инфаркта провел. Мне было очень тяжело. Пост я не держал, так как я работаю, у меня физическая работа. И пост мне сейчас держать очень тяжело. Торжественную службу в честь праздника у Роза Байрам посетил Юрий Берг. Он поздравил мусульман области с окончанием Рамадана и отметил, что в этом празднике выражено искреннее стремление верующих к созиданию и добрым делам. Пожелать всем вам светлого, доброго, хорошего праздника. Вам, вашим близким. И знать, что в Оренбурге люди жили, живут и будут жить в мире. И согласие уважаю. Все вероисповедания. У Роза Байрам – один из самых важных праздников в исламе. Отмечается он от одного до трех дней. В этот день мусульмане выплачивает нуждающимся людям обязательное пожертвование, называющееся закят уль-фитр. Также в этот день принято навещать родителей, старших и больных, посещать кладбище, поминая усопших, читая над могилами отрывки из священного Корана и просить Всевышнего об облегчении их участи. Есть высказан Али Абуталиба, который сказал, если живешь, как Бог велит, если не ссоришься, если не ругаешься, если не обижаешься, если не обижаешься, со всеми у тебя отношения хорошие, это каждый день для тебя праздник. Каждый день. Поэтому я всегда в своих молитвах говорю, что мы так именно старались жить. Тогда будет каждый день праздник. Иван Берд, Дмитрий Примачек. Наше время. В ДТП виноват водитель автобуса. Госавтоинспекторы сегодня озвучили результат расследования дорожного происшествия с участием маршрутного пазика, которое случилось накануне в Оренбурге на проспекте Победы. Виноват водитель автобуса 38 маршрута. По данным дорожных полицейских, перевозчик, пытаясь перестроиться из правой полосы в левую, выехал на обочину и налетел на электрический столб. Уже потом в пазик въехала легковушка. Несмотря на серьезность ДТП, а в аварии пострадали 9 человек, двое из которых дети, водитель маршрутного автобуса, можно сказать, отделался испугом. Госавтоинспекторы выписали ему штраф в 500 рублей. Пассажирам, которые получили травмы, полагается компенсация от страховой компании. И, кстати, это уже не первая дорожная авария с участием 38 маршрута. В конце июня на улице Терешковой водитель пазика попытался проскочить перекресток с Хабаровской на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Лада Калина. После столкновения пассажирский автобус наехал еще и на маршрутную Газель, которая в это время стояла на встречной полосе. Остановить пазик смог только столб. Тогда за медицинской помощью вынуждены были обратиться 4 человека. На Сакмаре едва не утонули два подростка. Происшествие случилось накануне под Оренбургом на пляже Волна. Юноши не смогли справиться с сильным течением реки. Их снесло от берега на довольно удаленное расстояние. Но ребята молодцы, не растерялись. Они нашли отмель и встали на отмель. Но побоялись предпринимать каких-либо действий для самоспасения. К сожалению. Здесь охота огромное. Спасибо сказать очевидцу, который увидел с моста, что ребята стоят уже в продолжительное время. Позвонил в ЦУКС. Но такой благополучный исход, пожалуй, счастливая случайность. С начала года в Оренбургской области утонуло уже 48 человек. Среди них семеро детей. По словам спасателей, все трагедии произошли на так называемых диких пляжах. А погибшие на момент смерти были изрядно пьяны. Так, к примеру, 13 июня в Бузулуке на реке Самара компания мужчин отмечала День России. В ходе вечеринки один из нетрезвых отдыхающих начал тонуть, второй попытался его спасти. В результате погибли оба. Что касается несчастных случаев с детьми, все утонувшие купались без присмотра родителей. Спасатели напоминают, при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить под единому телефону спасения 01. Для сотовых телефонов 112. Новую школу в 17-м микрорайоне Оренбурга построят до конца года. Учебное заведение рассчитано на тысячу детей. Об этом сегодня журналистам рассказал министр образования Вячеслав Лабузов. Появятся школы и по соседству в 19-м микрорайоне. Строительство образовательного учреждения власти обещают начать следующим летом. Где еще построят школы и сколько учебных заведений области капитально отремонтируют до 1-го сентября. Екатерина Волкова о планах регионального Минобра. Средь новостроек видны очертания первого этажа, объект первой важности. Именно сюда в скором времени пойдут за знаниями учащиеся. Новая школа появится здесь, в 17-м микрорайоне. Строительство идет активными темпами. Обещают объект сдать к концу нынешнего года. Эту школу жители новых микрорайонов ждут особенно. Ведь многим на учебу возить детей приходится далеко от дома. Единственная действующая здесь 85-я школа переполнена. Новое учебное учреждение распахнет двери в декабре. Именно такой указан срок сдачи объекта. Затем, по словам министра Вячеслава Лабузова, возьмутся и за 19-й микрорайон. Возведение школы там запланировано на лето 2017 года. Вообще, подготовка к новому учебному году в регионе идет активно. На данный момент ремонтируются 50 школ и 58 спортивных залов. Мы две трети школ отремонтировали. У нас осталось одна треть. Но это, наверное, самый тяжелый период. Поэтому, несмотря на то, что есть определенные финансовые затруднения, вы знаете о нем, да, снова система образования получила миллиард. И этот миллиард должен израсходоваться эффективно. Возможно, часть этих средств потратят на создание в Оренбурге казачьего кадетского корпуса. Этот центр должен стать еще одним элитным учебным заведением для мальчишек, где помимо основных дисциплин прививались бы казачьи традиции и обычаи. В ближайшее время оренбургская делегация отправится в подобное учреждение в Ростов для обмена опытом. А после поездки определятся и со сроками создания кадетского корпуса. Патриотическое казачье объединение будет образовано на базе Оренбургского транспортного техникума. Это уже отдельно. И мы туда как бы первоначально планируем набрать 90 человек. Программу специальную разработали, всем форму пошьем, в планах строительства конюшни, закупка лошадей. То есть все по полной программе будем готовить парней к службе в рядах российской армии. Ну а на следующий год Минобра планирует открыть на базе школ еще три военно-патриотических центра. Учебные учреждения появятся на востоке области, на западе и в центре. Рассказал министр и об успехах нашей области. В учебе оренбургские школьники стали более усерднее. О том говорят блестящие результаты по сдаче ЕГЭ. В этом году 100 бальников впервые, 101. И Оренбург же сегодня находится уже на четвертом месте среди лучших регионов по стране. Екатерина Волкова, Константин Воробьев. Наше время. И на этот час пока все. Еще больше новостей смотрите в нашем следующем выпуске в 20.00. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова